Добрый день, с вами доктор Линский. Я рад приветствовать вас на своем канале. Да, друзья, не знаю просто даже как и начать. Вот столько проблем, а тут еще и это. Я имею ввиду новый приход, страшные болезни. На данный момент имеется ввиду Украина, потому что она мне ближе. Я тут проживаю. У нас, как вы знаете, война, а тут пришло бедствие, которая, судя по СМИ, по той ситуации, той волне, которая поднимается, скорее всего, приход этой страшной болезни, которая была два года, уже более, это событие как бы даже, наверное, и по значимости будет выше, чем война, которая происходит у нас в стране. Напомню, что вот когда после 24 февраля, когда начались боевые действия, официально объявили, что вот именно этот вирус, он на данный момент на территории Украины сложил свои полномочия. Ну, тут понятно, прилетают ракеты, боевые действия. Ну, как тут будешь работать? Проще пойти. Вот есть более спокойная Европа, Канада там и так далее. Другие страны. И сейчас это снова пришло. Хотя мы думали, что мы его победили. Ну, хотя бы на период боевых действий. Но все оказалось сложнее. Сразу хочу попросить, перед тем, как что-то писать, так как далее я скажу очень важные вещи, перед тем, как что-то писать, там гневные комментарии, доктор переобулся и так далее, я вас очень прошу, пожалуйста, досмотрите видео до конца и постарайтесь понять, о чем оно. Это я отношусь не к большинству моих слушателей, зрителей моего канала, а к тем людям, которые, может быть, первый раз зашли. И бывает такое, что, ну, вот знаете, когда где-то свыше раздавали чувства юмора, ну, человек как раз временно отсутствовал, был там по каким-то делам, но не хватило ему. Так вот, я как раз обращаюсь к этим людям. Пожалуйста, досмотрите видео до конца. Итак, вот какая проблема привлекла мое внимание, я уже сказал, и теперь меня еще волнует обстановка, которая сложилась у нас в стране. Ну, действительно, да, проблема серьезная, судя по тому, что нам говорит наш там главный санитарный врач, говорят там многие депутаты, говорят СМИ, действительно проблема серьезная. И, ну, просто тут не замечали мы ее все это время, вот куда-то этот вирус исчез и вот сейчас резко появился. Кстати, если кто знает, напишите, где он все это время отсиживался. Ну, тут понятно, может быть, да, к сожалению, у нас большое количество беженцев, может быть, он тоже посчитал, тону его и ушел на это время в ту же Европу, в другие страны. Напишите в комментариях, как это было, потому что, ну, мы немножко были отвлечены другими событиями. Итак, вот он пришел, ну, ладно бы, это беда. Так тут еще по-украински это называется зрада. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Ну, ладно, пришла вот эта проблема. Все бы сплотились, быстренько победили, ну, быстро или нет, там, победили, решили эту проблему, мобилизовали усилия и живем дальше. Так нет же, обязательно внутри страны находятся эти вот зрадники, предатели или по отношению вот к этой болезни, то, я думаю, подходящим словом будет антивакцинаторы. Надеюсь, YouTube меня за это не заблокирует. Теперь подробно объясню, что я имею в виду. Я и, я думаю, как и вы, это было видно по всем моим роликам на протяжении вот этих нескольких лет страшной болезни. Мы с вами, мы поддерживаем все то, что говорит организация B03, это единственная, ну, наверное, сейчас вот организация, которая, несмотря ни на что, во всех странах борется, старается победить эту болезнь. Ну, не всегда получается, там с переменным успехом, причем переменным в сторону болезни, но, тем не менее, эта организация, она действительно нам дала единственное средство спасения, я имею в виду вот эти препараты, которые вот на протяжении нескольких лет, оно является действительно, как они говорят, единственным, ну, успех там переменный, но, тем не менее, мы доверяем этой организации, я говорю сразу для всех скептиков, доверяем науке, ведь наука тоже поддерживает вот это действие и говорит, что оно безальтернативное, мы доверяем. И еще раз я подчеркну, вот у меня было недавно видео, я вот эти препараты, я их поддерживаю, я не являюсь антивакцинатором. Объясню, что я имею в виду. Допустим, у меня зрение не 100%, небольшая близорукость, еще там с детства, тем не менее, я нашел способы, компенсировал это на протяжении вот уже более 20, может быть, даже 30 лет зрение не ухудшается, все компенсировано, существует метод коррекции. Это оперативное вмешательство, там есть лазерная коррекция, метод рабочий, рабочий, но я с ним согласен, да, я ничего не имею против этого метода, я не призываю его запретить. Но я на данный момент, я не готов им воспользоваться, я считаю, что мне и так хорошо. То есть, решаю свою проблему другими способами, точно так же и с вот этими препаратами. Сказать, что я их не поддерживаю, нет, да пожалуйста, я поддерживаю, если человек хочет сделать такой выбор, это именно его выбор, и я действительно, я поддержу его. Но именно если воспользоваться самому, на данный момент я этим не пользуюсь. У меня есть другие методы, но тем не менее, я не только поддерживаю, я и верю на 100%, я верю в этот метод. Вот в начале, вот эта компания, которая называется Pfizer, один из тех производителей, которые нас осчастливили и спасибо им за это, вот они там называли цифру 95% защиты, что вот эффективность, я этому верю. И поэтому вот моя вера простирается насколько далеко, что когда я вот не сделал это мероприятие, я иду в различные места, во время этих ограничений, ну дау налог, вы понимаете о чем я говорю, так вот я иду в места, где люди, которые сделали, то есть они получаются практически на 100% защищены, и я в это верю, я доверяю, так почему же меня туда не пускают? А я вам скажу почему, а это значит, что те люди, которые вот пишут эти законы, ограничения, они не верят в эффективность этих препаратов. Представляете, я когда это открыл несколько недель назад, я до сих пор вот не могу прийти в себя, я думаю и вы тоже, ведь я надеюсь, что вы тоже верите в эти препараты, и верите, что если вы куда-то приходите, пусть вы не сделали мероприятие, то те люди, они защищены, и волноваться не о чем. Почему же те, которые пишут законы, у них обязательно на первом месте, вот самое главное, что нужно это мероприятие сделать всем. Зачем, если те, кто сделали, защищены? Получается, что они антивакцинаторы. Я был в шоке, ребята, вокруг сколько антивакцинаторов, еще тут дополнительно голову поднимает снова эта болезнь, ну просто не знаешь, что делать. Приведу пример, у нас в Украине вышел один такой очень интересный закон, 41-42, такие его приняли, до этого два года не могли, потому что там он не соответствовал Конституции, ну бывает, ну не все же должно соответствовать. Сейчас нам во всяком случае говорят так, да и говорят и Конституция устарела, то было когда-то, там все поменялось, ну подумаешь, ну в общем приняли. Причем в военное время, как раз когда люди там не могут выходить на митинги, ну наверное это правильно, когда не могут протестовать, тем более тихонько все подписали и так далее. Так вот, человек, который его продвигал, он продвигал до этого еще несколько очень интересных законов, тоже про вот это мероприятие, господин Михаил Радуцкий. Так получается, он самый главный антивакцинатор. Ведь человек, он написал вначале, после того, как только проголосовали этот закон, он написал на сайте у нас Верховной Рады, что никто, ну что-то типа, я не стопроцентно, я передаю смысл, что никто не будет заставлять делать это мероприятие, но тем не менее, страна, правительство, мы не будем терпеть, что люди, которые не прошли, они будут угрожать здоровью тех, кто прошли. Кто он после этого? Не только антивакцинатор, а еще и циничный антивакцинатор. Получается, он рекламирует и заставляет делать то, во что он не верит. Это вообще цинизм. Ладно бы человек не понимал. Я вот не знаю, что делать в этом случае. Вот представьте, опять же, та организация, Б-03 и ее глава, Тедрос Гебриесус, надеюсь, я правильно произнес его имя, так вот этот светлый человек, вы думаете, как-то некорректное выражение, да, по отношению к нему, но в любом случае, вот этот человек, который борется во всем мире, вот он даже призывал там и призывает там европейцев, американцев отказаться от этих препаратов в пользу африканцев, которые, дай бог, как бы и так практически этим не болеют, но чтобы они были еще более здоровы, этот человек борется во всем мире. И тут вот находятся на местах вот такие вот взрадники, предатели, антивакцинаторы, которые подрывают доверие и, получается, перечеркивают все то, что говорит организация Б-03. Может быть, как-то, я не знаю, обращаюсь к жителям Украины, может быть, как-то написать, я не знаю, вот поставить в известность, это не донос, нет, ни в коем случае. Знаете, как при Советском Союзе доложил комсомолец такой-то, ну, давайте просто составим не петицию, напишем письмо, чтобы Тедрос Гебриесус, он хотя бы знал, что у нас здесь происходит, но, может быть, как-то, ну, не знаю, повлиял на этого человека. Ведь, получается, подрывают авторитет организации Б-03. Вы думаете, это только в Украине? Да, в России и в других странах происходит ровно то же самое. Если кто смотрит из России, у вас есть некто, господин Гисбург, тоже, надеюсь, правильно произнес его имя, типичный антивакцинатор, человек, который предлагает, вот, нет, нужно сделать это всем, получается, человек, так он еще, более того, он еще и является, как главой вот той компании, которая считается, что производит эти чудо-препараты, хотя злые языки говорят, что все закупается в Поднебесной, но, тем не менее, будем верить, так он тоже получается антивакцинатор. Вот я еще могу привести пример светлых людей, которые действительно верят в науку. Смотрите, директор вот этой главной компании на П, вот, которая нам предоставила вот эти чудо-препараты, Альберт Бурла, не знаю, можно ли произносить его имя, но я думаю, в этом контексте YouTube не обидится. Так ведь он же заявлял, было что-то, по-моему, или год назад, или около того, когда его спросили, а вы сами сделали это мероприятие? Он сказал, нет, на данный момент у меня такой возраст, что я еще немножко, я не в группе риска, и я лучше передам, пусть лучше больше людей спасется, кому это действительно нужнее, а я пока подожду. Вот смотрите, пример, действительно, человек верит настолько в науку, он верит в то, что он производит, насколько уверен, что он понимает, что даже если он там и заболеет, или будет переносить возбудитель, он никак не повредит тем людям, которые сделали мероприятие его же препаратами. Вот смотрите, вот типичный пример человека-борца за здоровье во всем мире. Или взять другой господин Билл, который в очках, не знаю, можно ли тоже произносить его имя, лучше подстрахуемся. Я не вполне уверен, но была информация, что он когда-то, когда у него брали интервью, говорит, да, я очень люблю вот эти препараты, я их поддерживаю, вкладываю очень много финансов своих личных, чтобы они разрабатывались. Но так сложилось, что ни я, ни члены моей семьи, они как-то вот пока не прошли вот это мероприятие. Кстати, напишите, может быть я ошибаюсь, я просто хотел найти подтверждение, не нашел этого в интервью. Говорил он так или нет, или что-то подобное. То есть человек пока не готов, но ведь он же поддерживает, вот как и мы все, он поддерживает, но сам пока не делает. Оказывается, это нормально. И это еще один пример борца за здоровье человечества. Вы знаете, всплывает одна фраза, не помню, где я ее слышал, я думаю, вы ее знаете, когда спрашивали, а что так можно было? Но это мы отвлеклись. Вот главная мысль, что видите, нам нужно брать пример с этих замечательных джентльменов, я имею ввиду вот и Альберта, и Билла, и многих других. И при этом гневно осудить антивакцинаторов. Некоторых я перечислил, я думаю, список вы можете продлить. Это вот и наш тот же Радуцкий, тот же Гисбург в России. Как можно так не верить в препараты? Ведь те, которые сделали, они защищены, все, вопрос решен. И вот вы знаете, сейчас наоборот надо всем сплотиться, доказывать, что да, эти препараты действуют. То есть мы можем по нашему выбору их себе не делать, другим мы не повредим, все защищены и так далее. И люди вот занимают такую позицию. Ну вот как так можно? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как вот может быть с этим бороться, или как влиять на эту ситуацию. Потому что вот мне ничего не приходит в голову, поэтому это своего рода крик души, решил посоветоваться с вами, как быть. И еще такой момент, если кто-то напишет, что вот нет, вы приводите примеры, они нетипичные, это ведь угрожает здоровью людей. Опять же, я ссылаюсь на ту святую организацию, которую мы поддерживаем, на того же Тедроса Гебриесуса, по-моему так, я уже не знаю, немножко язык сломал, произнося его имя. Так вот, он заявлял и заявляет, и организация держится в той позиции, что люди, которые сделали мероприятие, и те, которые не сделали, они одинаково продолжают распространять возбудитель. То есть, само вот это мероприятие никак его не блокирует. Человек как делал это, так и продолжает. Вот это ключевое. Это я сразу же предвидя комментарии, которые пойдут, вот что это нужно. Знаете, там было, сделай это мероприятие внуку, спаси бабушку и так далее. Вот такая информация. Просто, знаете, так спонтанно поделился. Вижу, что ситуация сгущается, что все ухудшается. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Пожалуйста, в корректной форме, с уважением друг к другу. Как-то, может быть, вместе мы найдем выход из этой ситуации. Потому что касается все страны, независимо, в какой вы сейчас проживаете. На этом у меня все. Понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делайте репост этого видео. Обязательно дождитесь окончания ролика. Там я для вас приготовил заставку на те видео, которые, на мой взгляд, также будут вам интересны. Всего доброго и будьте здоровы!